МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Плесень захватчик. В многострадальном доме по улице Пугачева снова неспокойно. Читающий мир для нечитающей молодежи. Лучшие издатели страны привезли свою продукцию в Рязань. Но найдет ли межрегиональный фестиваль отклик у книгоманов? Виват Данил. В Самаре на конкурсе баянистов первую премию взял музыкант из Скопина. В феврале этого года мы рассказывали о многострадальном доме по улице Пугачева. Тогда жители жаловались на протекающую крышу, которая в дожди превращала все в водопад. Капитальный ремонт кровли, к слову, здесь уже начали, но запуск отопления выявил новую напасть. Стены атаковала плесень. Анна Герцовская все увидела собственными глазами. Грибница на канализационной трубе. Такого наша съемочная группа еще не видела. Шляпки, грибов повсюду. И это только малая часть того, что происходит в доме номер 7А на улице Пугачева. Отопление дали, но как-то странно. Одну часть дома начали греть только 6 октября, другую – ранним утром 7-го. Жители рассказали, как они выживали без тепла последние несколько недель. С обогревателями максимум прогревалось помещение за сутки, если работал обогреватель, до 22 градусов. У нас маленькие дети, у нас люди за 80 лет, вот в частности Бабзине уже более 80 лет. У нас инвалиды здесь живут, первые группы лежачие, грудные дети. У меня трое детей, я многодетная мать, живу одна с тремя. В данный момент у меня отопления нету, у всех есть, у меня нету. Стены все сырые, дети у меня заболели от холода. Вся проблема подачи отопления, по словам представителя управляющей организации, заключается в неисправности коммуникаций. Да это и на глаз видно – весь подвал залит водой. Такой хамам, созданный протечкой труб теплоснабжения и водоснабжения, порядком надоел жильцам. Влажность в доме достигла своего пика. Все через полы тянется в квартиры. И однажды полы настолько размокли, что один из жильцов под них провалился. Помогал этим соседям, блин, и в подвал упал. На самом деле, в прошлом отопительном сезоне на доме случилось 64 аварии, именно по отоплению. Мастера регулярно латают трубы, но сами жители уже понимают, что с каждым годом это делать все труднее. Управляющая компания, на мой взгляд, все-таки пытается из чего-то сделать, но к воздуху приварить невозможно. Если трубы все гнилые, приваривать нечем. Там даже фрагментарный ремонт невозможен. А управляющая правит только текущее дело, исходя из наших копеечных, далеко не в полном объеме сборов. Если город нам не поможет, мы не сможем уже прожить. Управляющая компания «Теплый дом», которая в феврале прошлого года взяла это общежитие на обслуживание, с окончанием прошлого отопительного сезона провела независимую экспертизу всех коммуникаций дома за свой счет, поскольку только 35-40% жильцов производят оплату. Дом на минусовом балансе. И было признано, что данные коммуникации представляют опасность для жизни и здоровья граждан и для дальнейшего использования не подлежат. То есть требует необходима замена всех коммуникаций в подвальных помещениях, я имею в виду. Система теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения необходимо менять, что к текущему ремонту не относится. Поэтому дому требуется капитальный ремонт. Заключение эксперта было отправлено в Государственную жилищную инспекцию, в Управление энергетики ЖКХ и в региональное министерство топливно-энергетического комплекса. Это было сделано для того, чтобы капремонт был перенесен на более ранние сроки. Однако в прошлом году каких-либо результатов не последовало. И уже ближе к осени хочется отметить начальника управления энергетики ЖКХ Кожина. Пообещал он нам, что сможет выделить субсидии на хотя бы частичную замену коммуникаций в подвалах, чтобы до дома условно пережил этот отопительный период. На данный момент у нас в стадии идет собирание документации, то есть жители должны проголосовать, то есть жителям выделяется субсидия на эту замену. Ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки. Жителям осталось объединиться между собой и управляющей компанией и довести ситуацию до ремонта коммуникаций. Это можно сделать прямо во время отопительного сезона, при этом отключений воды и тепла не будет. Новые трубы можно протянуть рядом со старыми, а потом их переподключить. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня в Рязанской библиотеке имени Горького официально стартовал фестиваль «Читающий мир». В фестивале принимает участие 73 издательства из 29 регионов России и стран ближнего зарубежья. Церемония открытия. Герман Гущин. Сегодня очень важное и большое событие в культурной жизни региона. Мы открываем межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Это масштабный и яркий проект, который на протяжении 10 лет объединяет людей, искренне преданных книге, талантливых издателей, авторов, представителей творческих союзов, библиотекарей, педагогов и, конечно, читателей. Всех тех, которые по-настоящему искренне ценят хорошую, качественную книгу. Фестиваль «Читающий мир» дали старт. Это одно из самых ожидаемых событий года в Рязани. В течение трех дней каждый может погрузиться в мир литературы разных национальностей и направленностей. Фестиваль прежде всего посвящен книгам и их авторам. Поэтому главным действующим лицом фестиваля являются новые издания, которые к нам приехали из 30 субъектов Российской Федерации. И более 90 издательств здесь представлено. Замечательные авторы книг. Они проводят встречи с нашими читателями. Программа фестиваля весьма насыщенная. Встречи и презентации с писателями и издателями прошли накануне открытия фестиваля. Центральное событие фестиваля – открытие книжной выставки-ярмарки, где лучшую продукцию представляют издательства из разных регионов нашей страны. Орел – литературная столица России. Наконец-то в этом году это стало уже на законодательном уровне. Ну и Орел, прежде всего, славится тем, что у нас огромная плеяда русских писателей. Родились, жили, творили в Орле. То есть, прежде всего, это Тургенев, это Фед, это Лесков, это Бунин и прочие, прочие, прочие. И, в принципе, всех этих замечательных писателей вы можете увидеть на нашей стенде. Наш регион на ярмарке тоже представлен. Например, рязанский психолог и писатель Алексей Меринов на суд читателю представил свою книгу с очень любопытным названием. Моя книга о любви и о том, что иногда ложным образом за нее принимается. Я просто приведу классический пример, чтобы было сразу понятно. То есть, многие люди считают, что любовь – это когда мы бежим, сломя голову, когда амплитуда эмоций зашкаливает. И мы видим на самом деле ситуацию, когда человек на самом деле больше страдает. То есть, люди разводятся, люди расходятся, люди ссорятся. И поэтому книга называется «Любовь, похожая не на сон, как мы привыкли говорить, а на стон». Как утверждает сам автор, его произведения есть не только выдуманные истории, но и те, с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни. Книги – несколько десятков любопытных рассказов о сложных семейных отношениях. В общем, классик. Впрочем, по мнению Константина Чеченева, президента Ассоциации книгоиздателей России, современные издатели и писатели мало чем отличаются от своих предшественников. К примеру, 20-летней давности. Вот только нынешняя молодежь читает все меньше. «Всегда хотелось, чтобы было больше. Ну, наверное, это мировая тенденция, когда очень много отвлекающих факторов. Социальные сети, индустрии игр отвлекают, конечно, молодежь от чтения. Но это реалии, поэтому мы это, с другой стороны, должны сделать так, чтобы заинтересовать». Уже десятый год фестиваль «Читающий мир» главный в России. Ведь он не только радует читателей, но и в том числе именно благодаря ему в библиотеках региона обновляют книжный фонд. География участников фестиваля обширна. Москва, Санкт-Петербург, Орел, Иваново, Чечня. Более четырех тысяч номинований книг. Но в следующий раз авторы и издатели обещают расширить перечень еще больше. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мы продолжаем рассказывать о вояже в Рязань икры и камчатской рыбы. Напомню, с 4 октября в Рязани открыта выставка продажа и уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Дары камчатского края пришлись рязанцам по душе. Богатый ассортимент камчатской рыбы и икры. На выставке продажи икры и камчатской рыбы представлена продукция для настоящих гурманов – холодного и горячего копчения. А для особых ценителей – слабосоленая. А почему здесь решили купить? А где еще? В Рязани? Я это больше не видел, не слышала. Ну, разнообразие побольше, конечно. Ну, не знаю, решили все. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. В ассортименте видов, как белорыбеца, так и белуга, палтус и тунец – всего 35 видов рыбы. Но самым главным богатством поистине считается чавыч. Он и пользуется большей популярностью у рязанцев. Еще бы! Не зря эту рыбу называют королевским лососем. Во-первых, вот чавычу я все время беру, она очень вкусная рыба. И по сравнению, как у нас, еще какую продают. Это лучше. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести – это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажа икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она будет работать до 9 октября включительно. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Воспитанник школы искусств города Скопин Даниил Юдин стал победителем 19-го международного конкурса «Виват Баян» в Самаре. Юное дарование занимается народными инструментами с 12 лет. И это первый серьезный успех Даниила. Первое место и текло 0-я обращается Юдину Данилу преподателем Министерства Надежды Николаевной детской школы искусств имени Бунина, город Скопин, Рязанская область. Юный воспитанник школы искусств из города Скопина Даниил Юдин победитель одной из номинаций конкурса гармонистов «Виват Баян». Даниил – продолжатель семейных традиций. Говорит, в его семье всегда были гармонисты-любители. И только он решил стать профессионалом. Гармонию сейчас особо никто не интересуется народным отделением, хотя все равно находятся люди, вот как я, которые именно решают, что гармония – это будет их инструмент. А также и в классической сфере музыки, хотя и на гармонии тоже классику свободно можно сыграть. Это тому пример вот я и много кто. Другие гармонисты тоже могут этим похвастаться. Поездка в Самару дала мне и на этот конкурс очень многое, но это не значит, что вот я дошел до какой-то вот высокой отметки, которую я поставил дальше, я не пойду. Нет. Потому что есть отметки еще выше и выше и выше. За годы учебы на гармонии талантливый музыкант освоил большой многожанровый репертуар – народные песни, произведения советских композиторов, а также популярные мелодии в разнообразных стилях. Все это он и продемонстрировал на конкурсе исполнительского мастерства. На конкурс требовалось от двух произведений разнохарактерных. Мы ехали с тремя произведениями, довольно сложными и в техническом плане, и в динамическом плане. Играли и валис в стародной обработке, и русскую народную песню тоже довольно сложной обработки Дербенко, и по Сокалию Генделя. В ближайшем будущем Даниил Юдин твердо намерен связать свою жизнь с музыкой. По окончанию девятого класса он принял решение поступать в профильное музыкальное учреждение по классу гармонии. Герман Гущин, телекомпания «Город», при содействии телеканала «Верда ТВ». Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа с 4 по 9 октября. Приходите, не пожалеете, но у нас на этом все. Всего доброго. Впервые в Рязани с 4 по 9 октября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя. ТРЦ «Премьер». Первый этаж возле центрального входа. Субтитры подогнал «Симон»!